Субтитры сделал DimaTorzok Ну и короче, вы застули на мусорке, потому что вас искали очень долго, вы сбежали, проснулись утром от того, что бомж шарит рядом с вами в мусорку, бородатой такой, свежи бородой А вы приходите в себя Весь город на ушах, бегают ищут вас Че, поплыли в новое королевство? Да, третий сезон начинается скоро Бомж замечает вас, смотрит на вас неторопливо, продолжает копаться, продолжает копаться в мусорке Ну ему нравится копаться, пусть копается Пусть копается, мы встаем Он доступен с золотой перстень Одевает себе на фат Да Рупи, руби ноги Рупи руку Чем я в зомби могу позвать Я могу за это вас улыбается Я призываю зомби Призвал Отлично, показываешь зомби Зомби такой, уууу, круто Класс Зомби удивлен Бомж довольный выходит Я ему кричу Йоу, парень А, кстати, бомж покутно взялся в 100 монет за то, что вы там поспали на его мусорке Подожди, что? За что? Это же общие, общие Подожди, Ференти, проверь свое кольцо Вы ее раздумывая, дали ему 100 монет Что, мое кольцо у меня? Да Уверен ли? Да, уверен Бомж просто нашел на мусорке кольцо какое-то Которое мы могли бы тоже помещать Просто бомж просто нашел на мусорке Стоточку с себя снимите там А это не мой этот болт с пальцем Я admitу, ты смотришь на свой болт вам вновис Он на месте, да? Смотрите на свой болт haha Болт в кольцо Розук этому болта Болт в кольцо Киннчицкой Кинль двенадцать шопот ens Откратно выходит из крюч Deux Озираюсь по сторонам И понимаю, что А весь город вас ищет Куда вы будете держать свой путь? К Tout 5 менял, я же менял деньги Все, Лизовый образ, один я в трассе provocative сижу я сидел до этого я сижу ну пошли в новое королевство что ли узнаем сколько стоит а у нас вообще кстати какая цель жизни ну вообще я могу вам напомнить если вы забыли нам нужно захватить власть в мире? да нам вообще надо подружиться вначале просто жесть изначально нам надо по заданию подружиться с королевством чтобы отхватить это королевство для некроманта а вот я не помню что у нас произошло в прошлый раз почему нас не пропускают в таверну в прошлый раз вы заебашили советника короля поигонамина это понятно и нас разыскивают мы должны быть вернуться в гильдию ворвались в трактир потому что вас там видели очень часто стражники и трактирщик вас отмазал как мог Димка не захотел извиняться перед Фредди чтобы нас отмазали за сколько там извиняйся перед Фредди пока он жив а мы разве 2000 не получили за миссию да? за одну получили за вторую нет тропа уже 3 серию идем и не сможем их получить кентикер фиджокера так что 3 серии не можем 2000 заработанные забрать ёбанный стыд ну вот без меня пришли бы и всё нормально было ну так и А ты пропустишь какой-то день играть? Вам подходит чувак, смотрит на вас и уходит. И толку с этого чувака? Спалить нам надо. Ну мы тоже посмотрим на него и уйдем. Давайте, Димка, давай ты извинишься, мы получим 2000 и мы тебе купим что-то хорошее. Нет, мы снимем с себя розыск и сможем нормально выполнить какое-то задание и заработать. А что, в розыске что ли? Вы же убежали, нас не спалили. Я, кстати, извинился даже тогда, но... Нас тыщут по всему городу. Да, 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 поэтому, поэтому. Пока вы припираетесь, вы увидите, как чувак, который на вас посмотрел, о чем-то говорит с двумя стражниками. Я так и знал, что она китала. Пошли отсюда. Да, лучше уходим. Валим, перепрыгиваем через... Не знаю, а побежали просто куда-то мы пойдем. Вы уходите аккуратно, смешиваясь с толпой, видите, что стражники идут за вами. Быстро, ускоряя свой шаг. Блядь, давайте мы просто пока из города на время уйдем. А мод Assassin's Creed не действует, да, там, записаться в толпу монахов? Действует, но это требуют какие-то броски. Давайте попробуем, видите, идет парад педрил. Парад педрил с такими этими. Мы педрилы, там, ура, мы долбимся в жопу. Долбиться в жопу, это круто, свобода. Все парни могут затесаться туда, если хотят. Или придется мутиться с стражниками. А Лиза куда? А Лиза там... И рядом еще идет парад плохих анонимных музыкантов. Мы играем хуйню, но мы хотим славы. Я пытаюсь затесаться в парад музыкантов. Окей, Лиза, выкинь все, кроме тройки. А каким? 12-ти кратно. Все, кроме тройки. Окей. То есть 1-2 тоже действует? Нет, меньше. Ну, 3 меньше. Ну, блядь. Пятерку. Ты все, ты? Идешь на балалайке, играешь там. Я пою хуевую музыку, ура! Все затесалось. Они тебя потеряли. Остался парад педрил. Окей. Я тоже беру баннер, там где написано, ура, педрилы. Волосатое очко рулит, и Терентий пошел с баннером. Все, кроме тройки и ниже. Так, где? Сейчас 1. Терентий, короче, еще и радуги дал с собой. Я люблю долбить волосатое очко, и вы вместе идете. И ура! Терентий, ты меня подставляешь. Остался только Динка. Я тоже наеду парад. Беру какой-то баннер, что там написано, читаю. А, ну там читаешь, там написано. Люблю, бля, свои пальцы. Я, 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 я тону в твоей мошонке, написано. Что, что еще? Я тону в твоей мошонке. Стою письмо. Все, кроме тройки и меньше. Да и зомби, зомби, можно со мной пойдет? Зомби, да. Другах меня нести будет. Окей, а ты идешь. Это мой парень. Написано зомби, мой парень. Все, мы прошли. Стражники вас потеряли, собственно, у вас есть время перевести дыхание и придумать, куда вы двинете. Ну, да, куда мы пошли. Давайте мы в городе просто выйдем. Я бы просто, я бы пошел на черный рынок искать. Я тоже пошел. Расскажи, что мы снимут с нас все обвинения за деньги. Ну, блядь, это прямо в том, что мы не можем. Я извинялся, он просил его поцеловать, я не целуюсь мужчинами. Даже вот если терять и... Он не просил тебя в поцелу, ни разу эти слова. Он просил, я просил, просил. А если терять и у... Он просил, я же извинился, он сказал, все равно целуй. Там он рассказал, обними меня. Нет. Нет, поцеловать нашли. Ну, давай, Димка, ну, блядь. Да ладно, ты же не подолбил. Пусть Керенти выкинул 11, пусть он выдолбит кого-то, кстати. Ты теперь просто ящик. Все, ты пиздишься, это будешь ты. Керенти на Критл. Давайте. Ну, ладно, что, Димка, надо, короче. Мы сейчас будем так долго терпеть. Я и так извинялся, я не целуюсь. Давай просто. Дим, ну, давай. Ради нас, давай. Давай, мы сходим к магу, который, кстати, да, сумасшедшему магу. Ну, и что, вот именно, по всему, даже сумасшедший маг может нас сдать. Нет, пойдем к сумасшедшему магу, go. К сумасшедшему магу. Дело в том, что башня сумасшедшему магу находится за городом. Вы идете в ту сторону, перед вами ворота. На воротах два стражника. И просто так нас не пропустят. Конечно, вы же в розыске. Я не... Погнали в этот. Есть еще путь через канализацию. Я тоже хотел сказать, нету какой-то источной канавы. Есть, конечно. То есть мы будем купаться в дерьме, потому что... Ну, там дерьмища, блядь, там, завалить можно. Так, подожди, у нас есть стража, потому что мы упили советника, а не потому что нас не пустили. Даже если бы... Ну, просто если бы нас туда пустили, мы бы смогли снять себе все обвинения за, там, сколько ты просил. Вы не знаете, сколько ваше бюджет. Вы можете спросить у стража, сколько стоит штраф, и снять в черном рынке стоит на пятихатку дешевле. Ну, на 50%. То есть можно снять и так, но на черном рынке... Я шлю зомби, чтобы он узнал, сколько стоит. То есть, не на 50%, на 50% это если вы будете членами круга, но вы еще не члены. Ну, давай я сейчас попрошу зомби спросить у стража. Ты, по-моему, за сколько? За две или за... Зомби такой подойдет. Вы под... зомби подходят. Они такие... Видел этих ребят? Он показывает фотку. Зомби такой кивает. И пальцем показывает. Они такие... Где? Димка, ты должен подавить волю зомбака. Ты чувствуешь, как он хочет показать. Надо выкинуть четверку или больше, чтобы приказать этой тваре, чтобы она молчала. Ментально. Опа! Ой! Видел? Он такой... Сейчас видишь, он такой головой. Ты говоришь, что видел в какой стороне, потому что это крик. Да, да. Он, кстати, говорит такой... Показывает в канализацию. Они, короче, ныряют. На входе никого нет. Погнали, пробежали. Они не крикнутому, сколько стоит снять? Пока в канализацию лежат. Штуку говорят, штуку. С человеком или вообще? Они мы еще сказали, гражданин, спасибо за вашу помощь, короче. И значок его повесили. Законно-познучный гражданин. Я беру значок, ну, подхожу к зомби и значок вешаю себе. Так, стоп, а тысяча стоит снять розыск? А ты не розыск снять, ты не розыск снять. Так, может, мы розыск снимем? Почему? Ты когда пытаешься, ты чувствуешь, что магическая сила держит именно на нем. Это онзыв. Это онзыв. Это онзыв. Это онзыв, а не ты. Стойте, так у нас же есть тысяча. Может, снимем розыск? А у кого снять-то? Ты сейчас человек? Ты сейчас... Ладно, мы за город сейчас идем. За группу я... Так пойдемте снимем розыск. Решайте, короче. Ну, я за... Пока что эти стражники нырнули вниз на ботом. Они скоро будут возвращаться. Давайте мы быстро снимем, лучше, чтобы... Потому что потом мы фиг скоро отформляем. Погнали, погнали, погнали. Короче, мы снимаем этот розыск. Вы ждете стражников, пока они поднимутся, чтобы сдаться. Давай, может быть, нам... Чего? Если за эту тысячу заплатят, то нормально. Ну да, они сразу, как в Скайриме. Вы, короче, стоите, ждете. Стражники обратно поднимаются. Смотрят на зомбака. На вас. На зомбака. Вы его поймали? Вы их поймали? Зомби говорит, да. Зомби нас поймал. Ну, блядь, второй значок ему лепят. А подожди, а награду за поимку преступника? Награду ему дышать, реально, награду. В смысле, какую награду? Ну, награду за поимку преступников. Не положено, говорят. Еще ничего не успели назначить. Так, это. За сердеисть ему два значка налепили, два ордена, блядь. В общем, выглядит красиво. Это. К вам подходит, говорят. Пацаны, в штуку раз или вилкой в глаз? В штуку раз. В штуку раз. На чате какой-то пиздец. Тысячу с вас забирают. Спам. А я такие, ну, шо вам сказать, блядь. Будьте осторожны в следующий раз. За хейрери, пацаны, будьте осторожны. Или заветника мэра. Будьте осторожны в следующий раз. Не попадайтесь больше сюда. Все, они стали дальше. В городе вас не разыскивают. У вас есть свободное... Свободное задание, вы можете брать квесты. У бармена, у законников, гильдии бойцов, гильдии магов, гильдии убийц. На черном рынке. Мы с вами все-таки помогу этому, бешеному, сумасшедшему. Зачем вы хотите сделать? Узнаешь, что у него... Вы приходите к магу. Но хочу знать. Кастуют натяку какую-то хуйню, чтобы накастовать ему нужно выкинуть четверг. Сейчас начнется по второй. Он, короче, одновременно тебя и Терентья пролетил в двух овец. Такой, а-а-а-а, бегает, крутится. Так а что, он опять нас не признал, что ли? Я ему, типа, говорю, что, типа, маг, маг, мы с миром, типа, мы пришли, типа, а-а-а-а, не узнал. Расколдовал. Блин, что надо? А на расколдовку надо кубик кидать? Что вам надо, блядь? Работу ищем. Он говорит, я тут нахуй при чем? Ты сдуйте в город. Ты обещал обучить, просто я стал магом, и я хотел бы обучиться. А-а-а, что хочешь знать? Я хочу все, что знаешь ты, брат. Не пойдешься прожить столько нахуй. Ну, блин, хотел узнать. Что хочешь? А что умеешь самонить, кстати, вот вызвать хочу что-нибудь? А что ты хочешь вызвать? Вот хочу что-то большое, такое сильное. Ну, блядь. Пуджа хочу, пуджа хочу самонить. Самонить пуджа? Это ультимативная особенность, самонить пуджа. Очень сильный монстр, понимаешь? Его нужно призвать из мира дота, а там вообще стреляет школьник. Это очень трудно. Поэтому это закрепление стоит, ну, минимум, полторы тысячи. Менимум. Полторы. И только сейчас, вот, если у тебя сейчас есть деньги, это полторы тысячи. Если нет, потом будет дороже. Блядь, денег-то нет, мы только что сюда платили. Братан, а кредиты, в кредит можно? Душу, душу закладывай. Говорит, а что я бунгалло побрита сегодня? Да. А что ты спрашиваешь? Ну, может, можно и подешевле. Ну, если бунгало побрита. Ну, побрита давай дешевле. Он говорит, ну, пошли сам, да. А зачем с тобой, если я подошу-то фигня? Он говорит, ну... Ты думал, он тебе скидку... Ну да, просто подошу... Клуб, клуб побритых... Подожди, клуб людей с побритыми бунгаллами. По-моему, все логично. Нет, нет. Он говорит, только, только в жопу. Почему у тебя все пидорасы в игре? Парад видел? А почему маг, причем? Вы, кстати, обращайте внимание, что маг там был. И Фредди там все были, бля... Я говорю, а Терентий, вот, есть у нас большой такой мужчина. Он говорит, нет, мне нужен именно ты. Короче, я могу кинуть пока парней, разбираться со всем этим... Ну, у нас полторы тысячи нету, а блинг. Терестую площадь и поиграть, ну, а у тебя все равно нет денег. Он говорит, за штуку отдам. А он на работу нам продолжит какую-то? Он говорит, какая работа, сынок, блядь! Я в этой башне заточен уже, нахуй, не первую сотню лет. Ну, все освободить надо? Да, освободим тебя. Он говорит, ну, вообще, это реально. Меня удерживает здесь очень странная сила, блядь. Она, как бы... Видите эту дверь? Мне кажется, его не стоит выпускать, ребят. Я, говорит, не могу отсюда выйти. Так, подожди, он же был на параде, ты сказал. А, ну, реально. Это была моя метаморфоза. Я душой с этими ребятами, душой. Астральная проекция. Но сам я сижу здесь и не могу никуда деться. Короче, эту дверь делал какой-то куснец еще два с половиной века назад. Я не знаю, живой он или мертвый. Но он ее как-то колдовал, и я не могу покинуть. Все мои братья и сестры умерли именно от старости здесь. И от безрубки, которая была. Но дело там вот в чем. Я единственный, кто овладел заклинанием бессмертия. Я не могу умереть от старости. И... Я просто стареюсь. Эта дверь, эта дверь, она, короче, не может меня отпустить. Реально, давай мы ему бабу принесем. А вот Лиза есть. Не, не, не. Я ушла вообще на городскую площадь зарабатывать деньги. Принесем. А если мы ему бабку приносим? Вообще, ребят, его не интересуют, женщины. А Терентий, может, как он же кузнец, может, он сможет посмотреть, что там... Там, кто сделал, допустим, эту дверь? Там, Made in China или что-то. Ну, давай Терентий обследует дверь. Он, как-никак, кузнец, может, ты сможет узнать, кто там сделал. Терентий обследует дверь. А я, короче... Смотрю на петли там. Да, ты видишь, что там есть магическая печать, которую можно снять, если найти владельца. Окей. А кто владелец Терентий не знает? Написано, сделано Гризвальдом из Фрей. Запишите это на листочек. Мы ничего не забудем. Как еще раз шел с Гризвальдом? Ну, кузнец Гризвальд, Диабло 2, ты че? Сделано Гризвальдом из Фрей. Вы еще раз читаете. Восемь третий раз. Сделано Гризвальдом из Фрей, появляется Бетлджуус. Смотрит на вас и исчезает. Ой-ой-ой. Лоурайдер. Лоурайдер. Спасибо большое за подписом там где-то снизу. Добро продал гладиаторам. Тебе подходит, короче, маг радует, который смотрит на тебя и говорит, Хочешь? Любишь играть с огнем? Нет. А острые ощущения? Нет. А храбрый ли ты? Конечно. Он говорит, а сможешь подойти вот к этому зеркалу и три раза сказать у него Кровавая Мэри. Радуга, давай. А, ну, без проблем. Главное, чтобы темно не было. Главное, чтобы темно не было. Че-то стрёмно, Радуга, блять. Да нет. Кровавая Мэри, кровавая Мэри, кровавая Мэри. Тебе член летит из зеркала в глаз. Я щитом укрываю. Нужно выкинуть, Радуга, шесть, чтобы завейдить. Сейчас будет член. Давай щитом. Прямо в глаз. Радуга, в принципе, это возможно. Нужно выкинуть пятерку на один больше, чтобы укрыться щитом. Давай щит. О, в щит, короче, заблочил. Ты такой перекрестился, отошел. А Мак такой. Смешно ему. Веселиться. У Мака мы уже все узнали, что хотели. Пошли теперь в город. На кузнецу. Я могу уже кинуть кубик. А что ты получишь? Я же говорила, что я пойду на городскую площадь. Буду играть на своей мега розовой гитаре. Это займет целый день, но ты заработаешь 100. Почему 100? А если выкину там крит? Выкину крит. Будет 200. Да, если выкинешь крит, будет побольше. Но при этом при всем ты убираешь себя из игры на ближайшие полчаса. Потому что ты будешь там играть. Ты будешь говорить, я делаю что-то, я говорю, нет. Я вообще-то говорила изначально, когда парни сказали, что они типа у Мага. Я сразу говорю, что можно я их кину? Нет, не надо было тормознуть и грузкать. Это не надо. Ладно, идем в кузнецу. О, да, реально. Пиши, пиши. Пиши, пиши. 200 денег нам не надо даже. Куда вы идете? В кузнецу. В каком? Ну, в городе который. В кузнецов. А еще их, ну, обычном? Да, да. Приходите в город, там, пирожки, горячие пирожки. Будете пирожок. Да, давайте ему пирожки. Пойдем к пирожкам. Он говорит, а, передайте, пожалуйста, ему это. Он дает вам пакет. Только не открывайте. А пирожки горячие. Погнали. Побежать. Я вызываю зомби, чтобы он понюхал, что я там. Он пирожки там, по проценту. Он сводит на тебя, такой. Пляж. Я пытаюсь понять, что он говорит. Не понимаешь. Он говорит, ладно, ребята, ну, передадите, нет. Хорошо. Передадите, я не понимаю. Передадите. Все, берете эту хуйню и дете. Я спрашиваю, ну, ладно. Подходите к входу в кузнецу, перед тем, как открыть, вы понимаете, что, ну, либо сейчас смотреть, что там внутри, либо никогда. Нет, мы не будем играть. Окей, вы открываете это все, заходите к нему, он такой, ааа, ебашит там молотком такой. Ну, мы типа говорим, что это от продавца пирожков. Он такой ебашит его почему-то ебашит, он такой смотрит на вас, такой, ммм, чего вы, ребята? Пронесли посылку. Он говорит, какую? От продавца пирожков. Ааа, давай сюда, молодцы. А что там, пирожки? Он открывает, такой смотрит. Что, на месте? Спасибо. Типа, знаешь, как-то зобий тянет руку, для чайовых. Для чайовых, подожди, деньги, ну, мышц. Он смотрит на руку, смотрит на зомбака. Он жрет ему руку, говорит, спасибо. Ха-ха. Что я спасибо? Я смотрю, вы законопослушный гражданин еще и помогли поймать преступника. В общем, я хочу спросить у тебя, Гнезд, насколько ты хорош в своем деле, и насколько ты знаешь магические броники и оружие? Он говорит, ну, бля, постольку, поскольку, говорит, знаю, хорош в деле, хорош. А что тебе нужно? Нужно как-то закалить оружие и броню одного человека, чтобы она не рассыпалась на нем от огненного, блядь, пламени ада. Он говорит, а, я что-то понял, говорит, ну, в принципе, это возможно, но это очень сложно. Ну, в чем заключается сложность? Есть несколько печатей против огня, да, и одна из них временная, но хватит на недельку, а вторая навечно. Дело в том, что навечно стоит очень дорого, а временную я могу сделать и так. Ну, временная, наверное, наш выбор. Он говорит, а что ты сам не можешь попробовать? Ты что же вроде умеющий, блядь? Ну, я просто не знаю, на каждую вещь Теренке будет стоить восьмерку, чтобы делать. Ну, давай, пробуем. А что, если не получится? У Радуги, кажется, мяча нет. Да, у нас есть секира, который мы, ну, это темно. Ну, давай, тачи секиру. Да, секира. Да, секира. Не заточилась. Броник теперь. Восемь. Не заточилась, и щит. По щит заточилась. Щит заточилась. Прекрасно. Ну, броник, щит не пропадет, то есть? Нет, не пропадет. Щит можно снять. Броник и этого секира попросим кузнец. На время или навсегда? На время. На время по сотне. Навсегда по 500. На время это на сколько? На день, что ли? На неделю. На неделю. На неделю это много. Да, неделю это много. Давайте на неделю. Окей, с вас 200. Пошел, отошел там, какие-то руны руками вжал. Так узнай из этого мужика из Фрей. Он говорит, ну раз, это все, ребята, идите. А как вас зовут? Нет. Можно узнать. Он говорит, меня зовут... Какая разница? Ты что, не умеешь читать, что на вывеске написано? Я плохо читаю. Там написано Кузнец. Там написано Кузнец Августин. А нам надо, надо кто? Мелким текстом, я сам, сука, граммировал это все. Понятно. Августин, а вы знаете Крисбольда из Фрей? Из Фрей? Ну да. Он говорит, вы что, кахтавы, что ли? Нет. Дело в том, Грисбольда... Конечно, я слышал про Грисбольда, а вы не слышали эти страшные истории, по которым рассказываю? Мы говорили, что он, в общем-то, с ума сошел там. И, в общем, его герои убили в Тристраме в Горящем и освободили Каина. Он говорит, не, вы явно ошибаетесь. История, короче, состоит в том, что Грисбольд, между прочим, он... Ему два века, вы знаете? Угу. Ну, два века. Два века назад Фрея была процветающим городом. И там жил старик Грисбольд. У него осталась дочь. Она живет до сих пор, ей 200 лет, она в горах. Вы знали об этом? Нет. Она до сих пор, эта бедная бабуля, она еще живая. Так вот. Дело-то все вот в чем. Одну минутку. Одну минутку. Это чисто для себя я, да? А, говорит, дело в том, что два века назад на Фрею напали злостные демоны. И распидрасили всю деревню под чистую, нахуй. А потом там прошел, короче, сам сатана, утвердил работу и видел Грисбольда, который остался жив. А Грисбольд взял свою лучшую работу, свой меч Армагеддона и кинулся на сатану. Бились они, блядь, ну, секунды полторы сатане понадобилось, чтобы убить его. Это не больше. Но сатане понравилось, типа, такое рвение, такая храбрость. И он приковал Грисбольда к этому городу, наполненному демонами, и оставил его главным там. И Грисбольд против своей воли до сих пор там. Но это все всего лишь сказки. Я сам во Фрею не был, а далеко. А город Фрея до сих пор в руинах. И все боятся туда подходить, потому что там младшие демоны гоняют. Вот и все, что я знаю. Хуё, придется магу сидеть в башне. Дальше. А может бабка знает это, или кто там? А может Димка извинится перед Фредди? Так кто, блядь, си-си-си-си-си с Фредди, поцелуй его сам. Нам две тысячи. Он не хочет, чтобы Радуга его попал. Я на него не выебывался. Я так извинялся, я извинялся, он сказал целуюсь, я не целуюсь, я не целуюсь, нет. Мои губы не касаются мужчин. Все, кто? Мои губы не касаются мужчин, я не брежный. Я вообще-то на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке там в щеку целуются без проблем. Вот, я не в дальнем. Мы не в дальнем источник. Ну мы-то в среднем вековье. Ну вот, если все. А вдруг там тоже целуются? Варуги пойдем выше. Пошли искать работу. Пошли в гильдию бойцов. Не приходите в гильдию бойцов. А, кстати, Радуга, запишите себе секиру, оружие. А сколько у меня там урон? 25 ДПС. Но когда ты используешь секиру, ты не можешь использовать щит. Да. Я, получается, просто бью и все. Ну ладно. В смысле, а какая у тебя активка? Прикрытие друга? А, слушающий удар? Не, и стан. Или стан у меня нет уже. Стан есть. Может, будет стан на секире? Стан на чем угодно. Нет. Да ладно, я просто буду бить и все. Блядь, я же жопу кролика. Так, а этот секира, это наша, которая из инвентаря, или это другая? Ну, вдруг вы нашли в особняке. Вы приходите в гильдию бойцов, там все три же женщины, такая, чем могу помочь, господа? Нужна работа. Мне нравится в чате, мы нихуя у нас на Дальневостоке. Он говорит, ну, они довольно простенькие для вас, я думаю, вы справитесь. Есть задача. Нужно решить вопрос у фермеров в составе вешаных медведей. Говорят, у фермеров на фермеров нападают бешеные медведи и пиздят у них мед. Несчадно. За все, за все про все штуку дам не больше. А, 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 тренировать сможете вот меня с вот этим вот молдавским родителем? Конечно, а что вы хотите уметь? Не, а, за... Тренировать, как благодарность за выполнение, а мы... Ребят, я вам дам деньги, а вы потом можете купить здесь что хотите. А, а, ну, хорошо. Пошли, пизди, медведи, голыми руками, как на севере. Как на севере. Как на Аляске. Как это, как, как, как это, как они? В Сипири. Как камчеданы, как камчеданы. Камчедалы. Камчедалы. Приходите вы, короче, такие, на фермы те. Фермы, сука, хуево живут. Там выжжено все, короче. Погода, не урожай. Перед вами ферма, вы стучитесь. Дело в том, никто не приходит. У нас тут, потому что калитка такая, а ферма сама, блядь, метров через сто. Ваши действия. Можно перелезть через забор. Давайте. Можно поорать. Не, вы, наверное, покричи. Чего кричите? Кричим. Э, хозяин, изгиди бойцов. Пришли к нему, это мужичок такой смотрит на вас. Подходит такой, маленький, узенький, седой. Такой, что надо, ребята. Говорит, пришли помочь с медведями. Он говорит, а, блядь, косолапые меня заебали уже, не знаю, куда деться, короче. Так, 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 все по порядку, сколько их? Короче, мы им дали имя. Одного зовут Вася. Он самый большой, блядь. Мы его называем медведь Вася. Когда он приходит, мы съебываемся нахуй, потому что он, короче, одним ударом способен уебать сразу четверых. Не хаясь. Вот такой вот он здоровый. А рядом с ним еще четыре медведя. Федя, Вова, Коля и Дима. Они поменьше, они, походу, его сыновья какие-то, короче. Но тоже ебало бьют страшно. Так что будьте осторожны, если вы погибли бойцов. Они, короче, приходят именно сюда на мою пасеку. Видите, вон пасека, там пчелы летают. Посмотрите, там, блядь, ни пчел, ни меда, нихуя. Говорит, приходят на вот эту пасеку и воруют здесь мед. А медведи вообще сильные у нас. Говорит, ну, блядь, медведь. Не, а поскольку хп не. Ты видел такая хуя серая? Сколько его ножом нужно тыкать, чтобы убить? А, ну смотри, какой нож. Мы-то фермируем, говорит, ой, блядь, ядерей, я хуй знаю, сколько там ножом тыкать надо, голову им отсеките недостаточно. И вы же с гильзией бойцов в прошлый раз пришел такой громадный мужик такой, зашел, к нему Вася подходит такой. Он говорит, сейчас тебя наивашу и все, Вася его убил, нахуй. Я хуй знает, что там, как там, ну, давай, ветер, вы приходите, вас больше, вас больше шансов. А можно узнать, можно знаешь, слабости в этом сильной стороны? Говорит, ну, какие слабости у медведя, блядь, мед любит. Мед в леве. Ну, короче, а там же есть. Давай, тогда могу что-то вернуть. Не обмазаться медом. Дайте, дайте нам мед. Он у нас сожрет. Димка, он горит к тебе. А секундочку, ну, что? Облизывать будет. Да, спрашиваю. Я открою, я, это аккуратно, но. Он такой на ушко тебе. Я вижу, ты смекалистый. Я вообще придумал малину свою заминировать, нахуй. Я понимаю, что киваю, я такой, я себе, выкрутая идея. Дарит, так, если что, имейте в виду. Скажите, что я посоветовал. Ладно, мы спросим, а есть ли у него, есть ли у него еще мед, хоть немного. Мед есть, остался еще, хозяин? Мед? Говорит, все пожрали, блядь, вообще никуда. Хоть, хоть, графинчик маленький, баночка. Он говорит, есть сперма, подойдет? Нет. Давай в город, сходим за медом. Нам нужен мед, чтобы отравить медведей. Пошли в город, пошли в город и клубим. Вы что, вы знаете, какой у этих ебаных медведенюх? Если вы там что-то подсыпете, он еще у вас заставит сожрать. Вы что, блядь? Ладно, придем. Притом не какая-то собака, блядь, городская. Это ебаный медведь. Они, блядь, учуевают добычу на несколько километров. Не надо так. Ну просто, наверное, надо... У самки медведей течка, а медведь чувствует ее на 2 мили, блядь. Так что... На 2 мили. Нечас, она воняет. Такие отравки. Вы видите, как на границе из леса появились 2 медведя. Че, пойдем? Пошли, поговорим про него. Это Вася! Ну все, погнали к нему. Там сейчас еще будут 4 медведя, вы не забываете? А Вася бьет одним ударом 4. В подходитесь, где стоят 2 медведя в лесу. Они такие, стоят такие. Один из них большой. Очень большой. Это Вася, да? Ну, может быть. Лис, попробуй провести диалог с ними. Может, что-то... К ним присоединяется 3 медведь такой. Выходит тоже. Ура! Они хотят, чтобы ушли с дороги. Они начинают вас окружать. Ну, давай-то идем с дороги. Я могу как лесной эльф как-то подействовать на них? Может быть, понять их язык, нет? Можешь, попробуй сыграть им на балалайке что-нибудь. Значит, извините, пуха, давай. Может, сработает. Может, один из них умиротворится, если хорошо сыграешь. Окей. Ну, давай, играй песню. Я мишка, мишка, мишка. Я вовсе не боец. Сейчас у меня рифа не очень пришла. А-а-а-а! Убежал в атаку, блядь. Подходит и пытается тебя коктями полоснуть. Почему? А я же не кинула кубики. Кидай. 12, чтобы сработало. Почему? Что это за песня, блядь? Ты же сказала, что за Минни-Пуга переделай. Так это, блядь, что-то... Ты сказала, я мишка, мишка, мишка и вовсе не боец. Охуеть, песня. 12. А что? 12. А в Минни-Пуге было бы... Я тучка, 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 я вовсе не медведь. И не могут же медведи по небу лететь. Ну, там хотя бы какое-то продолжение было. 11, 12. Все, больше не торгуюсь. Бросай 12. Не, не, не хватило, блядь. Вообще-то, говорю, что стандартная песня, это всегда 7. Ты говорила, что у меня стандартная песня, это не блядь. Я сейчас покажу с ним, ребят, посмотрите, истинка. Они пытаются подкупить. Ну, что смотреть, где? Ну, на стриме. На стриме я показываю. Это за что? Короче, что-что? Харкатный социал Фретти. Пиша Лиза и Кашаникия Палинсуда. Дожди, у тебя офлайн-стрим. Чтоб уебать, это, стандартная песня. Нажми паузу, я ее. Так, давайте начнем с простого, я скажу в хп. А, я не увидел, Кимка. Это Маркану на Лину дает, и говорит, целый Фретти, не руинь. Так, 200 хп на одного медведя. Урон медведя когтями 35. 200 хп в одного медведя? Да, 200 хп в одного медведя. Что ж такое жирное-то? Сейчас медведи-то пошли, блядь. Охуели вообще, королевский какой-нибудь, блядь. Всего лишь касается, не дадут. Ну да. Чего-то маловато, разворачиваясь есть. Нет, уже медведь бежит, пытается внизу полоснуть по шее. Медведь нужно вы... Медведь, давай, давай. Медведь нужно выкинуть, шесть, чтобы попасть. У меня у одного зависло, все, your connection. Нет, все нормально у нас. У нас, наверное, тоже все нормально. Сейчас я быстро... О, походу есть. Please try game. Сейчас. This try game. Rollin the dice. О, что? Медведь, короче, второго его, кто по жопе такой. Это минус тридцать пять хп на. Так, сейчас я без всего. Их всего четыре медведя. Три. Три медведи всего один большой, два маленьких. Одного минус тридцать пять, это сто шестьдесят пять. У остальных по двести. Уровень. Уровень. Мы сейчас ходим, или они опять... И второй медведь подбудут. Нет, это ничего просто. Сейчас ходят вы, сейчас пойти вы. Давайте медведя к минам вести. Сам. Теренти, может спеть на тебя? Блин, какая у меня была когда-то, помнишь, плава про киджил ход? Эх. Да, пой. Можешь мне, можешь рады. Уедет, плавой ход уебет, я уже доеду, давай шультовенько. Теренти, скинул свою булаву. И тотчас отсек медведю голову. Давай семерочку. Пойдет. Ой, идеальная песня. Теренти, короче, такой... Разгоняется и ебало своей булавой. В шею, в шею. А, шестерку. Теренти из десяти из десяти. Может, пистолета Терентии надо было? Двенадцать. Может, пистолета большого? Да, он уже из булавы. А, двенадцатигранник и шести. Двенадцатигранник и шесть надо. А, с чем? Попадаешь. И у тебя крит. Да, и там... И крит, и я юзаю, блядь, перенапряжение. Окей, на сколько? Бросай, на сколько перенапряжение? На шесть. Итого, посчитай свой урон. Двадцать пять, это... Двадцать шесть. Подожди. Двадцать пять и шесть. Тридцать и пин на два. Плюс крит. Да? Шестьдесят два. Шестьдесят два. Шестьдесят два. По какому бьешь? По здоровому, по больному? По больному. Итого, получается, вот у него сто два кп осталось. Димка, Рабка, Лиза, Ашфор. Один почти отлетел. Димка, давай. Давай я с самого последнего туда ебну сейчас. Не-не-не, скелеты, скелеты. Ну, я не могу имя надьёбнуть сначала. Да. Давай тогда бью... Ну, которого 102 хп, я у него тогда заряжаю, шаду болт. Так, накастовываешь, накастовываешь, такой... И так хуярю, как наш, я понял, что я... А, давай, впустень, давай, шестерку. О, ой, четко залетает там впустень. Сколько ему снять хп? Тридцать пять. Итого, сто два, минус тридцать пять. Шестьдесят семьдесят. Да. Готово. И я вызываю этого скелета воина. Скелет воин. А... Будете мне говорить, ладно? Я... Давай-давай. Так, скелет воин, окей. Но он будет ходить следующий ход, сам понимаю, да? А медведя отняли? Радуга-лиза. Ну, я опять забегаю со своей секирой, пытаюсь... Откресить от польного. Отбитого. 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 Да, блядь, как мне везет. Мимо, ты так как... Просвистела коса. А сколько у подбитого хп? У подбитого... Шестьдесят. Шестьдесят семь хп, и путь вам преграждают такой большой медведь. Подбитый такой... Отошел. Отошел? Блядь. Да, Лиза, когда она кастует песню, тогда пистолетом уже ебнем. А если промажешь пистолетом в себя? Ну, хули делать. Ну, подождите, сейчас я... Я резко самок подожду. Вы критически промахнулись, ранили себя по глазам, и вы мертвы. А у меня реинкарнация есть. Так. Типичный Fallout 2. А я могу отбежать того медведя? Да, вроде нет. Чтобы добить. Нет, мне кажется, нет. Ну, и Шон, типа, отошел, и там другой медвежит. А я могу отбежать большого медведя, чтобы прибить недобитка? А ты можешь ему нацелено сыграть с гитарой, Шон, через всех. Что-то плохое, что медведи не любят. Ушино, чтобы кровоточить. А, в принципе, гитара же... Музыка через армор черезо все бьет, да? Цельный звук. Но армора у них уже нет, поэтому ты можешь просто на дальнее расстояние играть. А я могу, по идее, на всех? То есть, не сама гитара ударить, а атаку гитарой звуковую? Можешь, но ты не умеешь этого, надо учиться, надо в музыкальную школу сходить там. Может она сыграет, а у нас тоже уши будут болеть, как у медведей? Не, ну тогда, так как у меня гитара керата с двумя грифами, я тогда самому большому медведю пытаюсь просто глаза ей выколоть в прыжке. Так, ваааа, и в прыжке лососе пытаюсь выколоть ему глаза. Я не представляю, как это можно сделать, например, контрабасом. Шестерку кидает двумя грифами туда ему. Контрабасом. Кидаешь, Лиз? Он такой сариновый, посмотришь? Он просто смотрит, как я прочитаю. Ты вот так вот делаешь? И достал. Гайс, есть вариант, что-то идти к минам и за ними спрятаться. В смысле, там нет мин? Ты сказал, мин, моления. Он идею тебе дал. А, просто, просто, иди все. Я думал, он милирован. Ну все, получается, мы походили, давай они. Еще Димка не ходил. Я ходил. Я звонил, да. А, скелет Димке не ходил. Нет, скелет искипает. Нет, следующий. Вот, короче, медведи. Один медведь такой, который ранен, такой, достает и лапу начинает ссать свою. А чтобы удачно ссать им лапу, нужно выкинуть пятерку. Одну лапу, что я не хотел. Бля. Он, короче, регенит себе 50 хп. Сколько? 50. На пятерку? За один подсос? Сосет хорошо так как. Как же он сосет? Итого у него 67-117 стало. Два стрельных медведя смотрят на него такие. Один кидается на Терентия, короче, и пытается прокусить ему шею. А второй точно так же пытается кинуться на Димку. Тоже прокусить ему шею. Бля. Точнее, нет, прости, не на Димку, на скелет на Твое. Итого, одному нужно выкинуть 6. Ой, Димочка, он накидывается на тебя, короче. Валит тебя с ног. И прокусывает тебя критическое. Так вот скелет аж. А, а первый кто был? Вообще Терентия. Вообще Терентия на тебя. 70 урона. Я могу своим щитом как-то... 13 не выкинуть. По 35 наносит на каждый медведь. А он 12 выкинул, да. Так что 70 с себя спеши, сними армор и сними 70. Так. Прикольно, окей. Я сейчас объеду просто. Второй медведь, короче, кидается на скелета, такой видит, как успехи первого. И такой, короче, поднимает его над головой, крутит, 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 крутит и бросает, короче, в поле конопли. Нужно ему шестерку. Блин. Ну, скелет такой, улетает и падает. Наносится меньше урона, 20, потому что он его не кусал, не когтями. Но скелету придется кидать бросок, чтобы устоять на ногах. Тоже шестерку надо кинуть. Скелет такой, короче, хоп-хоп, собрался, Костя обратно на место. Сальто сделал в воздухе. Шейку подкорректировался, готов, нахуй. Все, ваш ход. Шестьдесят хп, шестьдесят пять хп у скелета. Блядь, а добить не получится того, который вот ошел? У нас тут три хп. А, Димка, упростим, скелет, я у него, у него не хп, твои сомоны у каждого количества ударов, которые они могут принять. У скелета, например, три. Окей. Так будет проще. Ну, хорошо. У танка, например, будет пять. Вот так. Окей. А лучше даже шесть, в два раза больше, чтобы... Так, давай, у скелета осталось еще два. А ваш ход? Мы можем добить того, кто отошел? Да, конечно. Они же кинулись на вас, они больше его не закрывают. Ну, давай тогда мы пытаемся добить. Ну, мы забыли кастовать. Гали за себя, реально. Что? Вы стоите смотрите на медведей. Что-то тогда как уже заплыл, перекачать жизни. Вы не достали ножи такие, и вы достали ножи. Вы вдруг по-другому так ходите вокруг друга, короче. Смотрите, да. Что-то. А как будет работать перекачать жизни тогда, если жизни нет? Да, точно. А определенное количество будешь перекачивать. Да, да, точно. Получил по голове шестерку. Великолепно. Отлично. Отлично. Сыграно. Все, главное, чтобы не попасть. Ну, я тут криками, с криками... Ребят, мы в чате предлагаем волосам. Отсосите у медведя, лапы отхилиться. Вообще, я предлагаю... Ренди, прыгай на медведя. Я не соси у него. На Дальнем Востоке. Хуем угли в касте, шевелят. Ну, так что, Радуга? Ну, я забегаю, короче, с криками за людей, я не знаю, там. За людей. За космотан. За людей, блядь. И секирой поносу ему. Секирой поносу? Окей. Поносу. Шестерку. Да, блядь. А я не снимаю, не делаю ему простое попадание. Я же ему крик накастовала. Кстати, я типа мне накастовала. Ну, давай я хожу тогда. Давай я поставлю по дальнему, я могу. Димка, Димка. По дальнему, который стоит... Да, Теренть. Димка, отдай мне свою шляпку хило потом. Я подумаю, Теренть. У меня надо армор. Она баундед. Что значит баш? В смысле баундед? Димка ее пытается снять, когда он хочет, отдает тебе, он такой, аааа, и назад забирает. Я не хочу давать. Как у детей такие подрядные. Как ты давал мне кольцо свое, Теренть. Как ты мне кольцо свое давал. Он ходил, типа, как у варка, чтобы сосать хп себе. Поэтому я думаю, он всегда будет сходить фулов. Ааа, ты зато, Теренть, пытался кольцо мне дать тоже. То же самое было, помню. Ааа, да. Кольцо крутое. Ладно, идем дальше. Я теперь разбегаюсь и просто прокидываю медведя через себя и добиваю булавой. Еще раз сто? Говорю, прокидываю медведя через себя и булавой добиваю, знаешь? Я понял, короче. Ты подходишь к своему, и начинаешь... Ну, хорошо, это круто. Ты, короче, пытаешься перекинуть через это, уронить, и потом булавой сверху доказать. Да, прям. Шестерку. Девяточка, бабах, сколько снять его? Перенапряжение. Перенапряжение. А оно же уже это действовано, оно, ты, кажется, отдыхаешь или нет? Да, так каждый раз можно. Во хода бросай кубик. А, да, давай, бросай еще раз. Подожди, не каждый ход можно и взять скиллы, если ты купил? Не, можно, можно, но ты уже и взанул одно перенапряжение. Ты сейчас тоже можешь его использовать. А, и что? Можешь выбрать другой скилл, перенапряжение в любом случае будет действовать. Он уже на два хода действует. То есть еще плюс шесть за старый я добавляю? Нет, ты не можешь издать второе перенапряжение, но тебе уже есть активный эффект действия перенапряжения. Ну, так, то есть сейчас я опять же добавляю, даже не бросай ничего. Не, ты, да, ты сейчас добавляешь, ты можешь выбрать другой скилл, если у тебя есть. А, ну да, есть. А какой? Это будет запугивание. Что ты крикнуешь медведю? Я крикну медведю, что... Дай мне лапу пососать. Дай мне свою лапу. Я никогда не буду сосать лапу, потому что я отрежу им их лапу. Окей. Восьмерку теряйте. Все-таки это животные, блядь. Не получилось. Он такой... Ну, 25 плюс 6, это 31. 31? Минус раненого, да. Подожди, родное, ты перенапряжение кинул сейчас? Нет. А, все-все верно. Итого 31, да? По-равильному медведю? Да, да. 31 по-равильному медведю? 117 было. А, да, 118 было. Верно, верно. 86, да? Угу. 86. Так, все походили? Нет, я еще не ходила. Давай, Лиза. Ну, я... Так, а сколько с у меня... Сколько хп у недобитого медведя? 86, Таролу. 86. Ну, я пытаюсь с ним проделать то же самое, что и с большим и сильным медведем. Я прыгаю в блестящем прыжке лосося, не имеющем аналогов, и пытаюсь грифами выколоть ему глаза. Окей, шестерочку. Да! Девятку, просто... Голоза проколоты. Сколько урон наносится? 20 вроде у нее, нет? 25 у меня. Это... 81 и 20... 61 урона у него остался. Давай я теперь... А он не будет незаориентирован? Не, не будет. Я ж мукой забыкал. Да ты медведь! Ну, нюхай хорошо. Хорошо. Хорошо, я тебе прохожу, я заряжаю тоже Shadow Bolt, и ему налицо такой болтом. Бах! Налицо. Ура! Давай, налицо болтом, бах! Нужно... А ты им аккуратно его подал. Нужно выкинуть шестерку. Я не буду кривить. Оу! 12. Ой-ой-ой. Это сколько? Ну, 35. Это, получается, скрит или нет? Да. Один билетик, короче, раскололся, нахуй. И... Еще шкуру продадим, ребята! И в пепел. Не, он в пепел. Димка его кривянула. Не, не будет шкуры. Он в пепел. А, подожди. В фаллаути шкуры остались. Я просто продырявлю его, да? Продырявлю его. Нет, ты в пепел его. Ну ладно. И давай тогда еще скелет. И скелет такой, как дикий, короче. Достает костюм охотника такого, знаешь, бля. С перышком, нахуй. Такие подтяжечки одевает классные. Заряжает дробовик из дробовика, бля. Бах, нахуй, по другим из медведей. Ему нужно выкинуть шесть. Выкинь шесть, выкинь шесть, выкинь шесть. Ты кидаешь, Максим, давай. Бабах! Я атакую трижды. В общем, он еще, опять такой, два патрона заряжает сюда. Бах, бах! Второй. И третий. Два попал. Сколько у него урон наносится? Получается от 40, в общем. Ну, 20-20. 20-20, 40-40. Ну, мы в виде 40 нанес, а того 160 осталось все одного. Ага. Топ ДПС. Все уже? Да. А, ход медведей. Да, да. Медведь, короче, подходит, достает дробовику скелета из лук, вырывает и в Димку такой. Бах, бах! У него нету пальцев, чтоб бабахнуть. Ой, скрита по Димочке. 70, Димас, снимаешься. А может радуга щитом защитить? В смысле? Да, да. Дробовик. 20-20, это когда медведь пытается дизельбить. Да, да. Я попробую на 12. Пробуй на 12. Пробуй на 12. Блин. Ты, короче, еще Димки с щитом добавил на 10. Так я шумрулся, еще для 60 хп всего. Ты словил на 70, а еще 10, это 80. Отлично. Я умираю. Не, ну, у тебя есть броня? У меня есть броня? У меня один армор. А, ну все, как бы. Нет, три армора. Броня... Броня перезрону всего. Кстати, у меня броня 2 написано или 20K? Ты что издеваешься? Я не знаю, два брони. Тыён, гумуaten мой. У тебя два, конечно. У тебя же скиллл... Ну, у тебя же реинтернация есть. Да... Давай пробуй за его едить, я не знаю... Нет, ты можешь воскреснуть. А дробовик разряжен, кстати, шуц. Ага. В смысле, блядь, меня подзарядил Давай ты не будешь вуёбываться Бросок есть? Димка, у тебя реинкарнация есть Хорошо, а это надо бросить Ну хорошо, я тогда Окей, реинкарнцию приходится Давай, ты такой, короче, падаешь Я, Дмитрий Я Бесконечность Нужно 8, 9, 10 Сколько там реинкарнация стоит? 8 8 или больше Чтобы восстать с фулл хп Блядь Аааа, ааа И такой, я это не я А можно докинуть на него? Ты его щитом присынул нормально Он там от дробовика летел Ты щит поставил, он щит ебался У меня за этого Хуй в раз что попадет Три раза 4 попало, 7 раз единичь Все, блядь, все мои броски Второй медведь смотрит, что так хуйня работает Подходит, выхватывает дробовика второго Берет у скелета патроны Заряжает, заряжает, заряжает Скильците обращается в пепел И стреляет в Терентия Я понимаю, а почему же меня? Терентия, я тебя защитю, что еще там Ой, простреливает в шкуру второго медведя Потому что стрелял этим, блядь, скажи Почему, а он не может себе? Он стрелял в лапу, он наоборот держал, блядь Он в себя, понял А, да, он наоборот держал Смотрит, у него посередине какая-то дырка У него было в грудь Минус 35 Но это был здоровый медведь, так что Сколько осталось? 165 165 Это был 25, да 165? Так ему же уже наносили урон достаточно Это был здоровый медведь А, кстати, я же градуга должен низким голосом говорить Ты же Сатана Лиза, здоровый медведь, он стрелял в ЛКП Он, который с ЛКП стрелял Не тот, который до этого стрелял, а с 165 Ну все, мы уходим теперь Так их три медведя Что, Терентия? А, три медведя Думал, два? Нет, три И поскольку у них ХП? У каждого 160 и 165 Подожди, и еще вопрос Радуга, когда говорит он всегда, ты всегда передвигаешь рот прям внутрь микрофона? Да, потому что микрофон, если я вот на 10 сантиметров отойду, вот так Нихая себе Вы меня вообще не слышите Мой микрофон вообще вкусный, где там стоит, я думаю, он нормально работает Под ногами у тебя, наверное, нравится У тебя слышно все, что происходит в комнате У меня хоть чуть-чуть не так У меня слышно все, что происходит в комнате Потрачено Че-то я убрал, сейчас мы спамять Ну, мне это дармора, ребята, вот такая вот Где, да? Алло? 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 У нас там это, он это опять О, опять Алло? Алло? Алло, алло, алло Опять камеру, блядь Слышно? Угу Это у нас интернет О, алло О, алло Не, у Радуги тоже швы Да я пересоберу конфу тогда, я не знаю Не надо, не надо, это наш интернет А Это твой интернет Твой интернет Да, я говорю, это наш интернет Вой, Лизы Ну да Че-то темновато стало опять Свечку разберу Сейчас настроят Эхами Не, не, не Не, наоборот, это отведение от вебки Если ты, наоборот, к вебке приведешь, вебка будет фокусироваться Подальше А, о ком, о ком с Соболезновать тебе Так, видео-трансляция Все радуги тоже темные Я щас перезайду О, ебать, а на стол у тебя светло, у меня стало светло Да Где? Ты у меня пока вообще не загрузился А теперь став свечку обратно Она стоит Бролос Тогда как и было, Бадда? Ну что, господа? Педведи им не сильные очень Ну, блядь, шо поделать Всего косарь-то тут, ты че? Это еще Вася не подошел Чест, а может мне какой-то, кстати, скилл вместо того, чтобы перекачать жизни, как у этого некра? Нет То есть меня бьют и, этот, с ОМОН получает урон тоже со мной Разделить Я хотел это сделать, но слишком сильно Как насчет того, чтобы взять Димку Так я от одного, с одного удара, блядь, отвалился Надо учиться танковать кому-то У тебя есть, кстати, скиллет зомби Короче, что мы делаем Мы, наверное, возьмем Димку под руки И... Стоп, он попробует захилиться на следующем ходу Я не могу, я погибнуть не могу Нет Ты же сказал, что он сможет на следующем ходу Нет, не сказал, нет Сейчас кирпичи полетят Что? Ты в инвизу шел, Радога Я знаю Убил свет и все Плюс 50 скрытностей Лишит Негры ночью воруют уголь Получилось что-то Финвиз Так шо, ваши действия, ребят Надо выходить, потому что, брат Шус, их же трое осталось, плюс двое осталось В общем, было сначала три маленьких и один Ну Вася еще ездит, но Вася там не подошел еще Ну мы одного вынесли, вернемся потом Во-первых, не, нужно уходить Берем Димку и уходим Вы короче таки выберете Димку подреки начинать уходить И видите, как они берут медведя тоже и уходят Типа ж блесс, блесс Они оборачивают на вас Если побежите, они бросят миле и продолжат драку Если мы что-то… Да нет, нет, здесь не по шансам Да смотри, я сейчас со следующего удара отъеду Или через два открыта или через два отъеду Ааа, Димка Димка уже отъехал Скелета нет, и давайте, надо уходить Димка, следи за своим хп. Я следу, у меня 0 хп. А, надо писать. Просто неудобно. Хорошо, 0. Короче, возвращаемся. А, Димка, за твою смерть забирает у тебя скилл призов зомби. У-у-у. А может, приготавливает жизнь, забирает? А может, мы просто придем к хиллеру и скажем, что Димка делай с ним что-то. И чтобы потом еще его доспехи закрывать. Нет, Димка приходит в себя чуть больше, чем полностью из боевого. Вышли у него хп, но он потерял точного зомби. Ну, блять, хуео. Мы идем в кильдию бойцов.